Драка, заснятая на камере у кинотеатра «Наутилус», вызвала резонанс после того, как следствие посчитало, что Артема не убили, а смерть наступила из-за болезни сердца. Дело так бы и списали, однако родственники погибшего через СМИ и обращения в правительство республики заставили следствие искать преступников. Но на скамью подсудимых сел только один из участников драки, 23-летний Юрий Дударев, который тоже пытается уйти от ответственности, как получилось у его дружков. Обвинение в такую позицию выбрал, считаю не обоснованным действием, так как ряд нарушений именно уголовного и профессионального кодекса, а именно причина смерти, мне инкримируют 105-ю, на основании чего взять показания тех людей, которые практически могли ничего не видеть. Я не считаю себя нормой. И как ни странно, в части, что причину смерти Артема все еще не определили, подсудимый прав. За три года нескольким судмедэкспертам не удалось или не хотелось установить настоящую причину смерти. Трижды тело погибшего парня эксгумировали и даже подделывали биологические образцы в Хакасском СМЭ. Московским экспертам представили биоматериалы женщины. Эта новость для мамы убитого стала последней каплей. Год назад Любовь Смекалину умерла. Кому это надо и кто приложил к этому руку, также одна из загадок дела. Впрочем, по тому, как оно расследовалось, ответа и на этот вопрос родственники никогда не получат. Только мама просто его жива, так вот мама просто не увидела. Два года она берет, берет. Приговоры в этот раз так и не был вынесен, процесс вновь отложили. Однако родственники Артема Карлышева уже настроены на обжалование. Каким бы не был вердикт суда. Ведь за убийство должен следить не только Юрий Дударев, а все, кто также убивал Артема. Там были четверо человек, которые, ну, как бы один убежал домой, троих при мне задерживали. Люди стояли, говорили, что вот они там били, там они все были. Их задержали при мне, все по показаниям свидетелей, всех задерживали. Но тут же их выпустили. И в Москве подсудимых сейчас находится один человек. Так это жертва для кого? Кому она нужна? Сегодня ожидалось, что суд предоставит последнее слово обвиняемому. Следующее слушание назначено на 3 июня. Спустя три года обвинение, возможно, все же будет вынесено. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.